Подобно любому другому ребенку, моему брату Николаю не нравилось наказание. Нисколько не нравилось. Я помню, как однажды за непослушание он был отослан в свою комнату. Там он должен был ожидать отца с ремнем и последующего наказания. Когда мой отец вошел в комнату, Николай был в полной готовности. Он стоял с большой мягкой подушкой, которой он затолкал под брюки, чтобы смягчить удары по мягкому месту. Иначе было бы очень больно. Об этом он знал из опыта. Да, Николай не испытывал никакого удовольствия в наказании. В настоящее время Николай женат, и у них с женой трое детей. Как хорошему и любящему отцу, ему иногда приходится наказывать своих детей. Интересно, прибегают ли его дети к таким же хитростям, когда бывают непослушными? В 12 главе «Послание к евреям» мы читаем «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но посленаученным через него доставляет мирный плод праведности». Николаю не нравилось наказание. Точно так же оно не нравится мне и вам. Но оно принесло плод в его жизни. И сегодня Николай является пастором церкви. Дисциплинирование детей – одна из важнейших тем. И сегодня мы хотим продолжить разбор библейских принципов, связанных с дисциплинированием. Думая о наказании в библейском контексте, первое, к чему обращаются мысли в связи с дисциплинированием детей – это розга. В книге притчи розга упоминается несколько раз. Например, в 24 стихе 15 главы книги притчи мы читаем, что кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Однако другой стих в книге притчи говорит нам, что дисциплинирование не есть дисциплинирование, если оно ограничивается одной только розгой. Это просто раздражение. Одно употребление розги не вселяет в ребенка желание подчиниться. Оно только унижает, раздражает и озлобляет. Необходимо участливое наставление вместе с правильным использованием розги. Иначе дисциплинирование несовершенно и не соответствует библейским принципам. Божий метод описывается в 5 главе книги притч в 11 стихе. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обречением его. Здесь мы видим два аспекта – наказание и обречение. Наказание, то есть розга, касается внешней стороны, самого поступка непослушания. Обречение касается внутреннего мира. Обречение учит и дает направление. Другими словами, первое, что необходимо, это установить стандарт, согласно которому ребенок дисциплинируется. Этот стандарт не должен изменяться изо дня в день. Он не должен коребаться в зависимости от возраста ребенка. Стандарт остается стандартом. Отец ответственен за то, чтобы такой стандарт был установлен. Посоветовавшись с женой и руководствуясь библейскими принципами, решение должно быть принято, что в семье считается дозволенным, а что нет. Да, это большая работа – установить стандарт для семьи. Но эта работа должна быть выполнена правильно для того, чтобы ребенок знал требования, которым он должен стараться удовлетворить. Обучение или обречение укрепляет в ребенке сознание того, что правильно и что неправильно. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обречением его. Значит, существует и наказание, и обречение, и розга, и обучение. Но посмотрите теперь на следующий стих. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Отец изображен как благоволящий к сыну своему. Слово «благоволить» значит быть довольным, принимать с благосклонностью. Отцы, когда вы в последний раз показали своим сыновьям, насколько вы благоволите к ним? Когда в последний раз, наказывая своего сына, вы прижали его к себе и сказали ему, как вы любите его? Понимаете, если вы наказываете ребенка в порыве гнева, проявить благосклонность очень трудно. Но если вы наказываете его с любовью, так как наказывает своих детей наш Небесный Отец, тогда вы сможете выразить благоволение к своему сыну. Крайне важно, чтобы ваш ребенок понял, что он наказан только потому, что вы любите его. До этого вы должны сказать ему и показать, что вы действительно его любите. Очень часто ребенка наказывают, и он не знает даже, за какой проступок. Была применена розга, но ребенок остался в недоумении. Отещите время, чтобы объяснить ему. Отещите время, чтобы научить его. А потом, после обучения, примените розгу. Читая Ветхий Завет, вы заметите, что Богу снова и снова приходилось наказывать своих детей. Но вы заметите также, что вместе с наказанием, в форме разных казней и испытаний, Бог давал ясное пояснение и наставление. Через своих пророков, через свое слово, он говорил им, «Дети, вот здесь вы провинились. И так как я люблю вас и хочу, чтобы вы научились поступать правильно, я буду вас наказывать». Это неприятно, но помните, «Господь, кого любит, того наказывает». Сын мой, не пренебрегай наказание Господня. Чарльз Свиндолл – бывший пастыр церкви в Калифорнии. Он много писал о семье. И на основании его статей о семейных вопросах мы составили короткое интервью с ним на тему дисциплинирования детей. Первый вопрос такой. На каком основании вы дисциплинируете своих детей? Каждый раз, когда мы прибегаем к дисциплинированию, оно всегда основано на данном прежде указании. Как отец, посоветовавшись со своей женой, я прилагаю все усилия, чтобы установить образец поведения, принятый в нашем доме. Некоторые вещи позволительны, другие – нет. Когда мы в гостях у кого-либо, требования остаются такими же. И наши дети это понимают. Что происходит, если ваши дети нарушают эти требования? При сознательном непослушании и нарушении установленных в доме требований происходит дисциплинарное столкновение. И дисциплинирование всегда проводится с глазу на глаз. Вы никогда не увидите, как мы наказываем своих детей. Мы прилагаем все усилия, чтобы не делать этого даже в присутствии других наших детей. Ужасное переживание – видеть кого-нибудь наказанным. Поэтому мы делаем это наедине с провинившимся ребенком. А что вы им говорите во время такого, как вы его называете, дисциплинарного столкновения? Мы обычно не обсуждаем того, почему они не послушались. Это приводит к бесконечным словесным отступлениям, граничащим с ложью и попытками к рационализации. Мы больше говорим о том, что было сделано. Мы быстро и, если это возможно, спокойно объясняем поступок непослушания. Мы подробно разбираем, в чем они провинились. Потом мы наказываем их розгой. Во время наказания мы не запрещаем ребенку плакать, но и не позволяем ему выходить из себя и кричать от ярости. И он знает это. Когда ребенок плачет, он смывает свою вину и очищает свою совесть. Но когда ребенок кричит от ярости, он выражает злобу. Мы этого не позволяем. Как-то нам пришлось четыре раза наказать одного из наших детей. Первый раз за непослушание, а следующие три раза за ярость, пока он не научился плакать тихо. Вы скажете, это несправедливо. Нет, это по-библейски. Также это очень эффективно. Это позволяет сломить упрямое, напористое своеволие. А как реагировал ребенок после этих четырех взбучек? Как только окончилось дисциплинирование, у него появился дух покорности. Мы не останавливаемся, пока не проявляется этот дух. Затем немедленно, со своей стороны, мы стараемся выразить любовь и нежность. Мы не поступаем по принципу дать пощечину и хлопнуть дверью. После наказания мы остаемся с ребенком и уверяем его в своей любви. Мы напоминаем о нашем желании, чтобы он больше этого не делал. Когда столкновение исчерпано, мы о нем больше не упоминаем. Мы никогда не вспоминаем о случившемся при других. Оно окончено и забыто. Слушая все это, создается впечатление, что наказание отнимает немало времени. Как быть, если родители слишком заняты и думают, что такого рода дисциплинирование не особенно практично? Не практично? Все зависит от того, что вы считаете самым важным в жизни. Если вы приняли твердое решение, чтобы ребенок, которого вы воспитываете, уважал авторитет, имел дух покорности и был уверенным в любви своих родителей, тогда вы готовы будете любой ценой достичь этой цели. Откровенно говоря, для нас с женой вряд ли есть что-либо важнее этого. Вы понимаете, если мы, родители, сотрудничаем с Богом, чтобы из наших детей вырастить учеников Христа, то мы никак не можем отказаться от применения последовательного, справедливого и разумного дисциплинирования. Бог так не поступает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok